Хорошо, когда в регионе есть площадки, на которых можно проводить соревнования всероссийского уровня. Накануне такие состязания по лыжным гонкам прошли в Ангарске. Как выступили наши земляки и кто из известных спортсменов наблюдал за происходящим, знает Олег Федоров. Поддержка болельщиков как дополнительный заряд сил для спортсменов на заключительном подъеме в гору. Идет борьба за победу в эстафете. Эта дисциплина завершает межрегиональные соревнования по лыжным гонкам в Ангарске. Турнир объединил 130 спортсменов из разных регионов России. Все участники выкладываются по максимуму и переживают за результат своей команды. Мы лидировали четвертые и пятые, но там произошел завал и у нас место просто снизилось. Сейчас четвертые в гонке. Есть все. Без горечи поражений не оценить по достоинству вкус победы. Эту аксиому знают все спортсмены и трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе не исключение. Она каждый год приезжает на финал первенства на лыжи. Эти соревнования – часть масштабного проекта «Н-Плюс Групп». Он стартовал еще шесть лет назад по инициативе основателя компании Олега Дерипаски, для которого лыжный спорт – один из любимых. В проекте участвуют именитые профессионалы, и это дает участникам дополнительную мотивацию себя проявить. Ребята среднего возраста, не знаю, для меня они прям уже какие-то профессионалы все, очень многие, очень техничные. Здесь уже сейчас собирается даже не Сибирь, как вы видите, у нас сегодня вообще 11 команд представлено. И безусловно, у ребят, у девчонок есть возможность уже более обширно увидеть свои возможности. Продемонстрировать все свои возможности спортсмены смогли благодаря современной трассе лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский». В 2018-м «Энергохолдинг» провел ее модернизацию, и сейчас здесь можно проводить соревнования всероссийского уровня. В их числе – межрегиональное первенство проекта на лыжи, одна из целей которого – популяризация спорта и активного отдыха. После таких соревнований, после таких гостей, любителей лыжного спорта в Иркутской области станет больше. Я хотел бы, наверное, со слов благодарности сказать основателю «Енплюс» и группы «Русал» о том, что он не только в техническом плане помогает улучшать данный стадион, но и наполнять его содержанием такими соревнованиями, которые мы сегодня свидетелями с вами стали. Есть чем гордиться и болельщикам Иркутской области. По итогам смешанных эстафет наши ребята завоевали серебро и бронзу. Лучшими же стали уроженцы Кимеровской и Нижегородской областей. Все получили призы от организаторов. И, конечно же, море позитива. Мы были на Байкале! Олег Федоров, Василий Заводский. Новости по будням.